Вакцинация от полимиелита Вакцинация от полиомиелита Вакцинация от полиомиелита Вакцинация от полиомиелита Вакцинация от полимиелита Вакцинация от полиомиелита 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 На предприятии выпускают упаковочные Полиэтиленовые мешки и пакеты Как с фальцовкой, так и без нее Размеры пленки, как и толщина Варьируются в широких пределах И зависят от требований заказчика Замеры делают вручную Насколько процентов вы не видите? У меня зрение очень слабое. Один глаз правый вообще меня не видит. Второй процентов 20 есть, то хорошо. Не сложно работать? Сложно. Работать сложно. Потому один я и не могу работать. Работаем мы в паре. Трудовой коллектив работает на совесть, несмотря на упадок производства. На предприятии неизменным осталась цель – работа без брака. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести Карчаева, Чекесия. Алибердуковская средняя школа теперь будет носить имя своего первого директора Салиха Габидовича Джамбекова. Ветеран Великой Отечественной войны, награжденный Орденом Отечественной войны и первой степени, и медалями за отвагу, и за победу Германии, после войны возглавил сельскую школу и стал одним из основателей системы образования в районе. Под его руководством учебное заведение окрепло и начало давать плоды просвещения. Он был верен человеческому и профессиональному долгу. На торжественном мероприятии присвоения заслуженного имени участвовали представители администрации отдела образования района, учителя и земляки Салиха Джамбекова, его родные и близкие. Сегодня у нас радостное событие в школе. Именно в год педагога и наставника нашей школе присвоено гордое имя человека, первого директора школы, нашего земляка, талантливого педагога Джамбекова Салиха Габидовича. Это высочайшая ответственность, высочайший план конравственности для всех наших детей и всего педагогического коллектива. Конечно же, мы оцениваем всю степень доверия, оказанную нам со стороны администрации Хабидского муниципального района и со стороны жителей нашего родного аула. Думаю, мы с честью и с гордостью будем прославлять имя этого замечательного и достойного человека своими свершениями и поступками. Я считаю, что это достойнейшее мероприятие. В школе присваивается сегодня имя первого директора этой школы Джамбекова Салиха Габидовича, воина, гражданина, человека. Человек, который сделал очень многое, который проделал очень много положительного, очень много результативного в плане становления этой школы. И я считаю, что его опыт, его подход к делу, его имя, они должны быть примером для каждого работника этой общеобразовательной школы и для каждого обучающегося данной школы. В Карачево-Черкесии отметили 80-летие освобождения перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Это одна из героических страниц Великой Отечественной войны. И важнейшей вехой этой битвы были сражения за горные перевалы Санчарский, Клухорский, Марухский. Торжественный митинг, посвященный годовщине, прошел в поселке Орджоникидзовском на территории музея памятника «Защитникам перевалов Кавказа». Репортаж Альбины Ламковой. Мемориал «Защитникам перевалов Кавказа» был установлен в 1968 году. Он состоит из массивного железобетонного здания. Грозная и впечатляющая инсталляция олицетворяет величественность и непокоренность Кавказа, стойкость и силу духа советских солдат. Пленемся быть достойными вашей победы, любить и защищать свою родину. С благодарностью относитесь к тем, кто честно и самоотверженно выполняет свой долг по защите Отечества. Вечная память павшим воинам. 80 лет назад группа советских воинов-альпинистов сбросила с вершины Эльбруса вражеские стяги и водрузила флаги Советского Союза. Таким символическим актом был ознаменован героический подвиг Красной Армии по полному освобождению перевалов Кавказа, сказал глава Карачаева Черкесии Рашид Темрезов в своем выступлении перед участниками митинга. Первые бои здесь, в горах Кавказа, начались в августе 1942 года, когда враг стал прорываться через главный Кавказский хребет к побережью Черного моря, имея многократное превосходство в живой силе и технике. Силами своего горно-стрелкового корпуса он захватил ряд позиций и даже несколько продвинулся к югу от хребта. В ожесточенных боях среди скальных вершин, ледников и вечных снегов советские воины проявили самоотверженность и доблесть, несокрушимую стойкость и волю к победе над ненавистым врагом. Именно здесь, на южных перевалах Карачаева Черкесии, происходило становление и боевое крещение наших горных стрелков как особой специализированной разновидности сухопутных войск Советского Союза, отметил глава региона. Он подчеркнул, что потомки должны свято чтить и помнить подвиг солдат, которые ценой своей жизни завоевали победу. И напомнил о том, что в этом году музей-памятник защитникам перевалов Кавказа будет праздновать 55 лет со дня своего открытия. Это уникальная архитектурная ассамблея и является единственной на Северном Кавказе. По решению нашего верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, проводится специальная военная операция. И тысячи сынов, внуков, правнуков сегодня, опять же, воюют с неонацистами и с фашистами. И я уверен, что победа будет за нами. Мы все восхищаемся подвигами наших защитников Кавказских перевалов. Тяжелый труд солдата всегда связан с риском в своей жизни ради других. Обеспечение мира и спокойствия на территории России всегда находилось в руках наших бракых ребят. Дата освобождения перевалов Кавказа от немецко-фашистских захватчиков служит одной из самых ярких страниц в героической летописи нашей страны. А память о подвигах наших солдат, которые спасли мир от фашизма, это пример и поучение для подрастающего поколения. Предостережение для будущего было отмечено на митинге. Альбина Ламкова, Лейбастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Более полторы тысячи хачинов, около одной тонны айрана и сотни тысяч добрых слов от самых юных земляков. Активисты добровольческого сообщества «За наших» в преддверии Дня защитника Отечества решили поддержать моральный дух наших военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Волонтеры уверены, что частичка тепла родного очага должна еще раз напомнить нашим воинам, что в них верят, любят и ждут домой с победой. Ахмат Халкечев продолжит. Груз для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, собрала команда единомышленников из числа простых, но неравнодушных жителей нашей республики. Изначально основной костяк добровольческого сообщества «За наших» сложилось в тематических группах социальных сетей. Как рассказывает идейный вдохновитель, лидер и основатель сообщества Асхат Айсандыров, это шестая уже у них по счету отправка груза. Единомышленники и в этот раз собрали все самое необходимое. Медикаменты, теплые вещи, хозяйственно-технический инвентарь и, конечно же, продукты питания. У нас есть списки, что им самое необходимое. Еда, чай, кофе, одежда. У нас даже сварочные аппараты есть, генератор есть. Ну, все то, что ребятам надо, вот, все мы собираем. Команду единомышленников, помимо простых людей, в их благих стремлениях активно поддерживают республиканские власти, военный комиссариат, мэрия Черкеска и представители бизнеса. Ну, а в весьма символичную затею с хачанами с большим энтузиазмом вовлеклись домохозяйки не чуть ли со всей республики. Начинки традиционного явства нашей национальной кухни очень разнообразны. Нам захотелось, чтобы наши ребята попробовали что-то домашнее. То, что мы отправляем, каждый раз и макароны, все-все, но хачане это все равно домашнее. Они соскучились по-домашнему и передадим так тепло наших сердец нашим ребятам. Ребята очень ждут, у нас Айран еще едет. Они писали, мы бываем с ними на связи, они писали. Мы думаем, что они действительно будут очень рады. Вместе со врослыми наших защитников отечества решили не только поблагодарить за их мужество и подвиг, но и поздравить с наступающим праздником и учащийся из разных школ республики. В каждое письмо дети постарались вложить частичку своей души, свою заботу и веру в них. Ахмат Латкичев, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня в России началась масленица. Символом и неотъемлемым атрибутом масленичных гуляний являются блины. Они символизируют теплоту солнца и скорый приход весны. Блинами принято угощать как можно больше людей, потому что, согласно поверью, щедрость на масленичные недели дарует счастье, приумножает богатство и благополучие. У хозяек впереди целая неделя, чтобы проявить свои кулинарные способности. На этом наш выпуск завершен. Далее смотрите рубрику «Сила права» с участием представителей прокуратуры. Слово корреспонденту Белли Джозаевой. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня мы будем говорить на такую тему. Роль прокурора по защите в суде прав граждан и интересов государства. Елена, по традиции нашу программу будете вы открывать. И хотелось бы вас спросить, на какую тему и на что мы будем делать сегодня упор в нашей программе. Выпуск нашей программы сегодня посвящен итогам работы органов прокуратуры республики по защите в судебном порядке интересов общества и государства, а также прав и свобод граждан. В минувшем году большая часть заявлений, поданных прокурорами в суды, была направлена на восстановление социальных прав граждан. В основном это в жилищных и трудовых правоотношениях. Это связано с усилением социальной направленности прокурорского надзора и востребованностью прокуратуры общества. В защиту интересов государства и муниципальных образований предъявлялись исковые заявления об оспаривании сделок в отношении объектов федеральной и муниципальной собственности, а также сделок, заключенных с нарушением требований лесного и земельного законодательства. Эффективно использовались полномочия прокурора по обеспечению законности в гражданском процессе в сфере природопользования, при распоряжении бюджетными средствами, при осуществлении государственных закупок. Также прокурорами проводилась целенаправленная исковая работа по возмещению в судебном порядке ущерба, причиненного государству в результате совершения преступлений. Направлялись заявления в суды, направленные на устранение нарушений закона в рамках осуществления прокурорами надзорного сопровождения национальных проектов. Обращение прокуроров в арбитражный суд было связано с пресечением нарушений при распоряжении средствами бюджета, собственностью, а также для устранения незаконного бездействия муниципальных органов власти. Галина Александровна, обращаясь к вам, я хочу у вас спросить. Первый вопрос мой будет звучать так. Каковы на сегодняшний день итоги работы органов прокуратуры нашей республики по использованию полномочий прокурора в гражданском процессе? Я знаю, что у вас там очень много интересных примеров, очень много исков. Хотелось бы, чтобы вы на них остановились поподробнее. В 2022 году прокуратурой Карачаева-Черкесской республики основные усилия в области гражданского административного судопроизводства были сосредоточены на решении социальных и экономических проблем, на повышение качества жизни человека, на предотвращение социальных каких-то катаклизмов и, конечно же, на полную реализацию прав и свобод граждан, прежде всего, это несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей. Нужно сказать, что я, как начальник гражданского судебного отдела, сразу хочу телезрителям сказать разницу между уголовным и гражданским судопроизводством. Если в уголовном судопроизводстве прокурор надзирает за всеми расследованием всех уголовных дел и в суде поддерживает обвинения по всем уголовным делам, то в гражданском судопроизводстве прокурор вступает лишь по определенной категории дел. Допустим, он не участвует в бракоразводных процессах, в дележе имущества, в разделе наследства, но прокурор обязательно участвует в таких делах, как лишение родительских прав, трудовые споры, связанные с увольнением людей, о возмещении ущерба причиненного жизни и здоровью. И поэтому прокурор, участвуя в этих процессах, достигает законности, чтобы решения по этим делам были вынесены законно. Соответственно, и иски. Прокурор не может предъявить любые иски, как могут просто граждане предъявить в суд иски. У прокурора категория исков – это мы выступаем в защиту интересов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных образований, неопределенного круга лиц. Если прокурор защищает конкретных лиц, то, значит, эти лица сами в силу каких-то особенностей не могут защитить свои права. Но вот за прошлый год нашими прокурорами в суды предъявлено около двух тысяч исков. Я приведу буквально несколько примеров, чтобы было понятно, о чем иски прокуроры предъявляют наши. Допустим, прокурор города Черкеска предъявил 13 исков в интересах граждан, которые болеют сахарным диабетом. Иски были предъявлены к Министерству здравоохранения нашей республики, к эндокринологическому диспансеру о том, чтобы они обеспечили этих лиц положенными им бесплатными тест-полосками для глюкометров. Соответственно, все иски были удовлетворены и Министерством здравоохранения, и эндокринологическим диспансером эти лица были обеспечены этими необходимыми тест-полосками. Кроме того, прокурорами нашими продолжена в прошлом году была работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Было предъявлено 29 исков, все иски были удовлетворены, и часть исков на сегодняшний день уже исполнена, им предоставлено социальное жилье. Если мы говорим о защите неопределенного круга лиц, сразу, что такое неопределенный круг лиц? Ну, это прежде всего публичные интересы. Допустим, прокурор города Карачаевска в интересах неопределенного круга лиц предъявил иски в Карачаевский городской суд к владельцам канатных дорог у нас в поселке Домбай о приостановлении деятельности до того момента, чтобы они исправили все нарушения законодательства по безопасности наших туристов. Соответственно, эти иски были удовлетворены, и ответчиками они были незамедлительно исполнены, поскольку они боялись действительно приостановления своей деятельности. Или, допустим, прокурор Малокарачаевского района предъявил пять исков к нашему автодору и Министерству строительства и ЖКХ КЧР о том, чтобы они отремонтировали участки автомобильных дорог на таких направлениях, как Кисловодск-Карачаевск, Учки-Кен, Торезе и так далее, где было много пробоин, и, соответственно, автодор сам не ремонтировал. Эти иски были удовлетворены, и поставлен срок, в какой срок они должны их отремонтировать. В случае, если будет не исполнено, то должностные лица будут привлечены к ответственности за неисполнение решения суда. Скажите, а как защищались в судебном порядке права местных жителей на благоприятную экологическую среду? Это тоже очень важная тема на сегодняшний день. Прежде чем ответить на этот вопрос, хотела бы пояснить, что это только в телевизионной передаче «Час суда» все судебные процессы рассматриваются за один час. На самом деле судебные процессы у нас неделями, месяцами и даже некоторыми годами, потому что прокурор, он не сведущ во всех отраслях. То есть для каких-то проверок, рассмотрения каких-то дел прокуроры в силу закона могут привлекать специалистов. И вот наш природоохранный прокурор Карачаево-Черкесский, он для своих проверок привлекает специалистов Росприроднадзора. В частности, по одной такой проверке на земельном участке более 600 метров они установили в нашем Тибердинском заповеднике, что это занято свалкой, причем мусора было до 20 тонн. И соответственно, Тибердинский заповедник, ныне у нас это Тибердинский национальный парк, был предъявлен иск и по требованию прокурорам был рассчитан ущерб, который причинен окружающей среды. По инициативе прокурора был произведен расчет, иск был удовлетворен, свалка ликвидирована и государству возмещен виновными лицами ущерб в размере 160 тысяч рублей. Соответственно, опять же, природоохранный прокурор обратился к ООО «Дельтастрой», который также после своей стройки не убрали в поселке Эльбруске мусор около реки Кубань. И только лишь по требованию прокурора данный участок был расчищен. То есть наши прокуроры очень часто предъявляют иски именно по защите экологической среды в нашей республике. В продолжение темы я хочу у вас спросить, какова специфика работы прокуроров в данном направлении именно в нашей республике? Специфика прокурорских исков в нашей республике связана прежде всего с особыми природными и экономическими зонами. Потому что, допустим, на территории Урупского и Зеленчукского района у нас создана особая туристская зона. Соответственно, данными землями, которые входят в эту зону, может распоряжаться только Министерство экономического развития Российской Федерации. Однако прокуратурой Зеленчукского района было установлено, что администрация Зеленчукского района распорядилась землями, которые входят в эту особую экономическую зону. Так, земельный участок в Архизе площадью более 50 тысяч квадратных метров они отдали некому частному лицу Баташеву. Баташев этот участок поделил и распродал мелкими участками. Когда прокуратура это установила, был подан иск в Зеленчукский суд о расторжении сделок и аренды, как недействительной, и договоров купли-продажи. И вот в настоящее время ведется длительный процесс по рассмотрению данного дела. Суд наложил по требованию прокурора обеспечительные меры на этот участок. И вот будет интересно, чем закончится этот наш процесс. Галина Александровна, в каких случаях прокурор вправе обратиться в арбитражный суд? Закон закрепляет статус прокурора, как участника арбитражного судопроизводства, у которого такие же права, как и участников других. То есть мы не имеем какие-то преимущества перед другими участниками судопроизводства. Но зато у нас больше обязанностей. Первая обязанность, это, конечно же, что мы своими исками и вступлением в процессы не должны вмешиваться в хозяйственную деятельность субъектов арбитражного судопроизводства, и не должны мы подменять контролирующие органы. То есть когда какие-то действия должны быть проведены самими контролирующими органами. Полномочия прокурора в арбитражном судопроизводстве предусмотрены статьей 52 Арбитражно-процессуального кодекса. То есть мы вступаем в процессы при нарушении публичных интересов. Вот, допустим, сейчас мы вступаем в банкротные дела, в дела о несостоятельности и банкротстве крупных предприятий, таких, допустим, как ВИСМА. Но мы вступаем не для того, чтобы войти в их хозяйственную деятельность, а потому что одним из крупных кредиторов их является наша налоговая инспекция, то есть недоплаченные налоги государству. И, соответственно, мы, защищая интересы государства, вступаем в эти процессы. Знаете, что хотелось у вас спросить? Вот если у нас, у наших людей, у наших граждан, организации какое-то противодействие, помехи работе прокурора, и как вот они выражаются? Вы знаете, как такового противодействия нет. Но есть, мягко говоря, непонимание. Объясню на примерах. Буквально вот 31 января этого года арбитражный суд КЧР удовлетворил наш иск о расторжении соглашения между Министерством сельского хозяйства нашей республики и сельскохозяйственным кооперативом ПСАЖ. Наше министерство выделило этому кооперативу 20 миллионов рублей для развития материально-технической базы. При проверке нами установлено, что на самом деле никакой материально-технической базы и кооператива вообще нет. Эти средства получены незаконно. Министерство сельского хозяйства в ходе подготовки иска не помогала нам подготовка этого иска, хотя мы пытались взыскать деньги в их пользу. В конечном итоге мы взыскали в доход государства эти 20 миллионов рублей. Но что самое интересное, Министерство сельского хозяйства, которое должно контролировать эффективное расходование бюджетных средств, оно активно противостояло нам в процессе и возражало против удовлетворения нашего иска. И вот поскольку еще решение не вступило в законную силу, мне очень интересно, будет ли наше министерство даже обжаловать данное решение, хотя мы в их пользу взыскали 20 миллионов рублей. Ну что же, я благодарю вас за полную полезную информацию и, конечно, желаю вам успехов в вашей нелегкой работе. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok